Сетевой адаптер для ноутбуков через USB Type-C на 2,5 гигабита. Вот такой вот крутой. И это называется EU4307 на канале Технозон с тестами на реальной скорости на внешний мир. Поехали. Ну, смотрите, для того, что мы сейчас на фирменном сайте edimax, вообще штука дорогая. Сразу говорю, такой адаптер дешевым не бывает. Для чего его используют? В основном используют для лэптопов, используют, ну, имеется в виду для ноутбуков, используют его геймеры. Ну, она, в принципе, и позиционируется как геймерское решение. Вот, смотрите, у нас Lightning. Lightning совместимо с Mac OS в Windows 10, 8 и 7. И вот, видите, да, очень круто для гейма, для игр и одновременно для стриминга. То есть, вот достаточно широкий канал, позволяет стримить в 4К, позволяет играть нормально, без задержек. Ну, как бы тут еще и пинг играет роль. Но в данном случае мы именно тестируем возможность ее как 2,5 гигабита сетевой карты. Слушайте, но ссылочки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. Я как бы должен вам сказать, я понимаю, что много сейчас напишут, да нафига такие нужны. Ребята, на каждый товар есть свой покупатель. Если их выпускают, значит, они нужны уже давным-давно. 2,5 гигабит очень прочно вошли в гейминдустрию. В принципе, у нас он десяточка в офисе, и, в принципе, можем тестировать нормально. Хорошо, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик, подключаемся и тестируем данное чудо на внешние сервера. Смотрите, мы сейчас с вами уже подключены. У нас их два, кстати. Мы сейчас с вами смотрим, это USB 2,5 гигабит адаптер. Смотрим в свойства, вообще нам не свойства сейчас нужны. Нам нужно состояние. 2,5 гигабит у нас коннект. IPv4 подключение интернета, IPv6 интернет. Начинаем тестировать сразу с Magic Hyperfe. Не будем долго ходить вокруг да около. И поехали смотреть на внешний мир. Мы тестируемся сейчас на Амстердам. Пошел набор потоков. Смотрим, что у нас получается. 1,62, 2,19, 2,21. Он набрал эту скорость. Мы можем сейчас развернуть. То есть, это конкретный тест на внешний мир. 2,15 на 2,15 плюс служебный трафик. То есть, мы получаем, ну, вообще максимально то, что я на нем мог получить на внешний мир, это 2,35. Вот сейчас 1,58, 2,20, 2,20, 2,19. Ну, 2,2 он сейчас выдает стабильно. То есть, 2 гигабита в секунду. Ребят, это реально рабочие вот эти вот Edimax. 2,12 у нас выдало. Никаких подвохов в них нет. При их соединении напрямую мы не будем соединять напрямую, потому что мы тестируем конкретно на внешний мир. Можем немножечко с вами поднять количество потоков. Давайте до 90 количества потоков угонем и посмотрим, что у нас получится. Та-дам! 1,96, 2,20, 2,27. Вот, 2,27 было в пике, 2,23, 2,24. То есть, представляете, тест на 90 потоков. Он вытягивает на моем предаторе просто идеально. Тут особо-то тестировать нечего. Единственное, что могу показать, что когда коннектишь его, здесь появляется... Я сейчас сфотографирую. Здесь появляется моргающий... Моргающая такая штука с линком 2.5. Во! Вот так вот будет, наверное, виднее. И, в принципе, можем заканчивать его тест, потому что он выдает стабильных 2,2 гигабита. И никаких компромиссов с ним быть не может. Отключаем вот нашего ноутбука. Использовали мы кабель CAD-6. Сейчас я посмотрю. Да, CAD-6. Вообще, 2,5 гигабита спокойно поднимается на CAD-5E. И вот такая вот технология 802.3BZ, по-моему, да. По-моему, этот стандарт называется 802.1.3BZ. Ребят, рекомендуем вот эти вот Эдди Максы. Отличные адаптеры. И вот такая штука. И ссылки в описании под видео. Если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если не нравится, ну, можете ругаться. Но я вам скажу так, что адаптеры для игровиков, для стримеров. Это крутая штука. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.